Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы рассказываем вам о самых интересных событиях, которые происходят в городском округе Люберцы и не только в нем. А также приглашаем сюда в студию, как нам кажется, очень известных и интересных людей. Вот сегодня это 100% тот случай, потому что у нас в гостях вилончелист, композитор, арт-директор фестиваля «Мастера музыки» Георгий Гусев. Георгий, здравствуйте! Здравствуйте, Николай! Вот обратите внимание, даже в слове «здравствуйте» что-то уже такое не наше, не люберецкое. Потому что, Георгий, сколько вы уже живете в Соединенных Штатах Америки? В Соединенных Штатах 4 года, но до этого я еще прожил почти 10 лет в Италии. Так что, фактически, да, 14 лет уже не в России постоянно. Но сразу же первый вопрос неожиданный, не музыкальный. Ностальгия-то есть какая-то? Конечно. Поэтому вы здесь. Поэтому я стараюсь хотя бы раз в год каждый раз приезжать. Но так получается, что на целый месяц, потому что всегда очень много дел. Хочу сразу же обратить ваше внимание, что сегодня в финале нашей программы вас ждет музыкальный сюрприз. Мы, естественно, его приготовили, оговорили. Но, тем не менее, сегодня будет звучать настоящая вилончель, которую с собой привез Георгий Гусев. А привез ее потому, что, я так понимаю, вы сразу в нескольких мероприятиях здесь будете участвовать. Ну, во-первых, у вас есть свой собственный фестиваль, да? Да, у нас есть свой фестиваль, о котором вы уже сказали, мастера музыки. Он только что завершился. И с завершением его фестиваля был открыт фестиваль Бориса Андреянова, который называется «Вива Челла», в котором мы еще будем принимать участие послезавтра. И также мы в этом году решили посотрудничать с фестивалем во ВГИКе, который посвящен столетию этого. А вот это интересно. Понятно, музыкальный фестиваль. А ВГИК, почему здесь вы и ВГИК? Дело в том, что я привез сюда, наконец-то, моего дорогого друга Андрея Сависневски, актера из Голливуда. Он родом из города Берлина и в данном случае прилетел из Берлина к нам. Но вот принял участие сразу в трех фестивалях. Двух музыкальных и одном театральном. Ну, с другой стороны, согласитесь, что для хорошего кино музыкальный, так сказать, ряд тоже очень важен, правда? Очень важен. Ну, сейчас у нас все фактически кроссовер во всем, все соединено. Я сам пишу музыку и к фильмам, и в своих шоу стараюсь использовать как можно больше визуальных эффектов для того, чтобы все публика разных возрастов могла посещать и наслаждаться. Георгий, вы выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского. Совершенно верно. Звучит великолепно. И Национальная академия Святой Читилии в Риме. Да. Начнем с самого начала. Вас заставил кто-то в детстве заниматься музыкой? То есть вы плакали, отбивались и водили вас на эти страшные уроки по сольфеджио или еще? Или как-то оно так хорошо пошло? Совершенно нет. У меня очень интересная семья. Моя мама музыкант, мой папа боксер. Поэтому в детстве я рос абсолютно таким разгильдяем. Делал немножечко всего. Немножечко занимался искусством, рисовал, играл на пианино. В то же время дрался на улице, поскольку умел драться. Папа меня научил. Но так получилось, что я приехал когда-то в 13 лет, в 2000 году поступать в Москву на художника. А в итоге оказался в Гнесинской музыкальной школе. Еще художник. Но вот так вот не получилось. Оказался музыкантом, взял в руки вилончель, начал играть. И вот как-то пошло. Ну хорошо. А вилончель, я прекрасно понимаю, что этот вопрос, кстати, Борис Андреан, скорее всего, тоже задавал. Масса инструментов, которые, ну скажем так, не то что востребовано, неправильно будут звучать, а инструменты, которые, ну, на виду. Да, руяль, как без него, да, скрипка, там, большая скрипка, средний и так далее. Вот. Ну, я не знаю, какой-нибудь ударный инструмент, да, гитара там, само собой. И вдруг вилончель. Все-таки это уже такой эксклюзив. Да, но многие, наверное, знают анекдот про барабан Страдивари, не буду сейчас его повторять. Вот. А вилончель, который называют большая скрипка, но это самый, пожалуй, неудобный инструмент, потому что это один из немногих инструментов, для которого каждый раз, летая в самолете, приходится покупать полной стоимости билет рядом с тобой, потому что багаж ее не сдашь, разобьют, а просто так тоже не проведешь. Зато всегда знаешь, какой у тебя будет сосед. Ну, зато всегда есть кого обнять, потому что это единственный инструмент, играя на котором, нужно сесть на стул и обнять этот инструмент. Помимо всего прочего, конечно же, это единственный инструмент, звук которого ближе всего к человеческому голосу. Поэтому я вот не стал актером, у меня брат старший актер, но зато я могу изъясняться при помощи музыки. Ну, я как по одной из профессий актер, хотел бы тогда вам такой вопрос адресовать, коль вы сразу такой романтик включили по поводу обнимания с замечательной виланчелью в самолете, скажите, пожалуйста, а инструмент это вообще что? Это существо? Безусловно, да, мне посчастливилось найти, встретиться с потрясающей виланчелью, которую я даже дал имя, ее зовут Мирелла. У нее два паспорта, один российский, один итальянский, поскольку она гражданка изначально, да, изначально гражданка Италии. Ну, вот ей уже почти что 200 лет, и, конечно же, в ней есть душа, я чувствую... Не, ну она молодая по инструментарту. Ну, да, обычно, обычно 300, там, 350, что-то еще, она такая еще молоденькая дама, но тем менее у нее есть жизненный опыт, которым я учусь, все-таки больше, чем мой. Скажите, вот чтобы мы уже отработали эту историю с инструментом, мы люди непрофессиональные, особенно в классической музыке, ну, знаем некоторые истории, что вот музыкантам некоторым позволено играть на инструментах, что-то там вынимают прямо из банковской ячейки, под какой-то охраной. У меня был такой случай, да, могу рассказать, я присутствовал, как раз, на этой очень известной истории, покупке инструмента Страдивари, который сейчас находится в России. Я его попробовал, потому что сделала, как проходила как раз в Риме, я на ней присутствовал. Со всей верхушкой, и, значит, в артистической, после концерта я поиграл на этой инструменте Страдивари, на котором до этого играла Жаклин Зюпре, Йо-Йо-Ма, и вообще называется инструмент, по-моему, на нем же находится вот этот вот отпечаток шпоры Наполеона Бонапарта. Поэтому, конечно, инструмент такой, что к нему только прикоснуться, и сразу уже все вот эти вот духи, они просто возникают. Жизнь удалась. Конечно, да, жизнь удалась. И это правда, да, конечно, инструмент звучит по-другому, но все равно даже инструмент Страдивари, даже самый лучший, даже если он стоит 15 миллионов долларов, да, но если он не звучит постоянно в руках мастера, то он перестает звучать. То есть он постоянно должен быть в игре. Если его спрятать, как вы сказали, в банковский сейф на годик или на полтора, то он потеряет голос, как и любой профессиональный певец. Вы сказали, что инструмент, виланчель близки к нашему голосу. Совершенно. Объясните. Ну, по тембру, по тисситуре, знаете, если сравнивать со скрипкой, с альтом, с контрабасом, у виоланчели самый большой диапазон. То есть от низких регистров до самых-самых высоких. Плюс, если посмотреть в партитуре, это я уже говорю более для профессионалов, то все композиторы от барокко до современности, когда они хотят сделать какой-то... Вот вы любите оперу. Основные Пучини Верди, а не всегда какой-то дуэт красивого сопрано или тенора, или даже баритона, обязательно аккомпанируется в виланчелию. То есть это именно диалог голоса с виланчелию, который просто по характеристике звучания ближе к человеческому голосу, чем другие инструменты. То есть вы говорите своим инструментом с людьми? Совершенно верно, да. И очень часто люди плачут, потому что они что-то чувствуют. Ну, мы еще поговорим о музыке во второй части нашего разговора. А сейчас давайте поговорим о том, чем вы занимаетесь в Америке. Вы уехали. Я так понимаю, вы не бежали, а просто так служили в жизни. Это я шутя. Что заставило, почему поехали, и как вы там себя нашли, и кем вы являетесь сегодня? Да, но все началось гораздо раньше. Как вы упомянули, я учился, закончил Академию Санта-Чили в Риме. Это самое древнее в истории вообще музыкальное заведение, открытое в 1558 году одним из пап римских. Закончив его, я остался в Европе, преподавал долгое время, строил там свою карьеру. И уже как бы на базе этой карьеры однажды у меня пришла такая идея, почему бы не попробовать себя где-то еще. Как музыкант я много раз был приглашен официально в Америку, но будучи, являясь российским гражданином, мне, по-моему, раз пять отказали в американской виде. Ну, просто отказали все, да. Без каких-либо, да, ну, странный чай, говорят на многих языках, как бы без постоянного места жительства, там, с камсям, да. С каким-то баяном ходят, да. Поэтому, когда мне дали первую визу, я приехал в Америку, выступил, меня сразу там приняли очень хорошо, и я сказал себе, так, они раздали, второй раз не дадут, надо срочно делать грин-карту. Нашел хорошего адвоката, сделал себе талант визы, так называемые, которые очень сложно получить, но ее дают либо только победителям каких-то очень серьезных олимпиад или нобелевских премий, либо музыкантам. Ну, у меня, к счастью, за счет деятельности в России, в Европе, накопился хороший багаж. И мне дали эту грин-карту, и вот теперь вот как бы так получилось, что я принял решение все-таки развиваться пока что там. Но, опять же, не бросая родную страну, приезжая сюда каждый год, и общаясь, и делясь опытом, и помогая молодым музыкантам. Я за годы, вот с тех пор, как уехал из России, официально здесь постоянно не живу, но очень многим ребятам помог организовать концерты как-то с обучением, привозить их. А что это вот за система? Во-первых, почему вы к этому пришли, и как это работает? Ну вот когда-то, да, еще в 2011 году, еще будучи студентом Московской государственной дважды ордена Ленина консерватории, я организовал такую лабораторию, творческую лабораторию, как ее называют, Гош Проджектс, на базе которой я с моими друзьями-сокурсниками, с моим братом старшим, который актер, начали делать проекты. Далее я понял, что это не только здесь, в России, есть такая востребованность какой-то новой площадки, менее консервативной. Также оказалось, что и в Европе, и даже в Америке, как ни странно, когда я ехал в Лос-Анджелес, Калифорнию, думаю, ну там совсем другой мир. Приехав туда, понял, что в принципе все одно и то же. Просто немножечко по-другому, тем не менее, на базе этой творческой лаборатории, которая у нас существует здесь, и сейчас я еще открыл с этого года филиал в Калифорнии, мы занимаемся, так сказать, продвижением не только проектов, но и также молодых артистов. А вот что значит продвижение? Вы помогаете им поработать с хорошими мастерами, с профессиональными, да? Это все-таки каких-то денег стоит, или курсы какие-то, либо они что-то должны платить? Как это вы говорите? Конечно, для начала я помогаю организовывать турне, даже моим друзьям-музыкантам. Это важно, да. Да, и плюс у меня очень большой за годы все-таки жизни и в Европе, и сейчас в Америке, я проехал всю Америку на машине сам, практически все Штаты. Два месяца у меня заняла эта поездка. Прямо как в кино? Да, совершенно верно. Был, и причем с концертами я делал, и просто так, не как турист. Поэтому вот вся эта база контактов и музыкантов, и менеджеров, и продюсеров, и всех-всех-всех. То есть вы сам уже продюсер, фактически? Да, фактически стать продюсером я пока что не решаюсь, поскольку это отнимет просто все время. Это надо быть либо музыкантом, либо кем-то, нельзя совмещать все в одну кучу. Но тем не менее, я всегда с радостью делюсь этим опытом и контактами, и, конечно же, это самое ценное, что есть, наверное. Хорошо. Вот на сегодняшний день я бы такой вопрос адресовал. Насколько больше стало людей, способных к работе с инструментом, или меньше? То есть есть эволюция, либо... Деградация. Деградация, да. Сложно ответить на ваш вопрос, потому что, пожалуй, эволюция, конечно же, есть, поскольку развитие ребенка, я все-таки с детьми очень много работаю и преподаю его через наш лабораторию, через наш фестиваль, который имеет образовательный аспект. Общаюсь с детьми из разных регионов, и России, и Европы, и Америки сейчас. Вижу, что, конечно, дети развиваются гораздо быстрее. Все-таки интернет, понятное дело, особые методики образования. Но нехватка времени, поскольку даже вот взять там, проверить, сколько каждый ребенок проводит времени в телефоне, в смартфоне, вместо того, чтобы заниматься инструментами, это, то есть, понимаете, как бы две линии. Если развитие, допустим, интеллектуальное, оно растет, то развитие творческое, оно падает. То есть технологичности больше? Конечно. Меньше атмосферы, меньше вот этого воздуха, а больше техники? Меньше просто времени элементарно. Любой, понимаете, музыка, как это ни странно, но это развитие то же самое, что в спорте. Если ты не ходишь каждый день определенное количество времени в зал и не занимаешься, то результатов не добиться. Ну, там другая еще есть история. Если ты уже начал ходить в зал, то приходится ходить до конца дней своих. Ну, с музыкой то же самое. Я никогда не понимал, почему в спорте есть такое понятие кауч, да, тренер. Или команда, группа, когда ты тренируешься с кем-то. В музыке нет. Каждый сам с собой. Он пришел один раз, два раза в неделю к педагогу позанимался, все, остальное время он сам с собой. Неправильно. Нужно постоянно, чтобы у тебя был конкурс не только один раз в год куда-то ты поехал, а каждый день, чтобы ты с кем-то соревновался. Тогда ты можешь расти. Ну, о музыкантах, о росте, о конкурсах, обо многом другом мы еще поговорим через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». И сегодня у нас в гостях велончелист, композитор, арт-директор фестиваля «Мастера музыки» Георгий Гусев, который на некоторое время оставил в Соединенные Штаты Америки, где он сейчас живет, работает и приехал к нам сюда, для того, чтобы принять участие сразу в нескольких мероприятиях, о которых мы вам рассказали в первой музыкальной главе нашей сегодняшней встречи. Георгий, вот вы же композитор, вот тут написано у меня. Одно дело, когда человек чужую музыку исполняет. Да, он может наполнить ее своими ощущениями, сыграть как-то не так, как все. Это может кому-то нравиться, не нравиться. Другое дело, когда он придумывает эту музыку. Вы композитор изначально или это тоже элемент технологичности, ну так надо, или пришло время самому писать, или это вот, что называется, сверху к вам пришло? Ну, конечно, очень важно всегда понять, есть ли это или нет, потому что есть очень много профессиональных композиторов, которые пишут музыку и достаточно успешных, но вот как-то вот я сам лично, когда слушаю их музыку, вот не знаю, зачем они это делают, лучше бы они чем-то другим занимались. Вы понимаете, что Гендаль писал оперу раз в неделю, одна опера на ура, другая... Да, но это был Гендаль, да, и Моцарт или Россини могут вообще написать тоже оперу практически за день. Но это гений особого рода. Музыку, да, я писал с детства, но я никогда серьезно этим не занимался. Вот только, так скажем, покинув родину, поехав учиться в Италию, я встретился с замечательным музыкантом Джованни Солема, который самый велончелист и композитор, он, так сказать, не вдохновил. Он мне показал, что музыку писать может, в принципе, каждый, у кого есть воображение, потому что, кроме воображения, там, ну, выучить, научиться этому можно, ну, за месяц, в принципе. Если ты уже музыкант, то обучиться еще композиции можешь за месяц. И пошел напевать, и все. Да, ну, самое главное, чтобы был материал, чтобы ты мог что-то создавать интересное, стоящее. Я пишу музыку в основном, когда сам вдохновлен, то есть мне, хотя поступают заказы, но мне проще писать, когда вот мне что-то приходит, такое озарение. Откуда оно приходит? Вы знаете, я визуал, все-таки не зря я хотел стать художником, наверное, неправильно бросил эту профессию, но мне всегда, меня вдохновляют какие-то визуальные образы. Вот когда я приехал в Европу, начал очень много путешествовать, особенно по Италии, музыка просто сама начала рождаться, потому что и красота самой страны, да, и природы, и все. Вот каждый день по пьесе рождалось, просто вот там птички какие-то, или что-то архитектурное, или какой-то закат, или море, и все, и оно уже идет. Давайте поговорим пару слов о музыке сегодня. Конечно, вот у меня, например, такое ощущение, может быть, это связано с тем, что чуть больше живу, но есть такое ощущение, что как-то все проще и проще оно становится. И даже иногда, слушая исполнение классических произведений, да, разными музыкантами, безусловно, в разных местах иногда, все немножечко как-то упрощается. Означает ли это, что к музыке какое-то потребительское стало отношение, в том числе и классическое, или я ошибаюсь? Безусловно, конечно, потребительское отношение ко всему сегодня, поскольку все основано на этом, на маркете продается, не продается, даже классика. И, правильно вы сказали, потребительское отношение упрощается сама музыка, потому что, ну, просто вот, видимо, время. Время, все вот, если раньше у человека было время послушать, потом подумать, потом еще раз послушать, потом взять партитуру, изучить, и образование тоже позволяло, то сегодня нет такого времени. Он слушает один раз, там, три минуты, как YouTube, да, ролик, там, три-пять минут. Нравится, не нравится, все, не нравится, пошли дальше. Превью. Да, совершенно верно. То есть, к тому же, он имеет возможность и вашу версию послушать, и версии других исполнителей, да? Абсолютно верно, да. И для этого не они... Хорошо, тогда так еще вопрос попытаюсь. Может быть, тогда проблема в том, что это все электронщина, что я вкладываю в это слово, то, что я включаю интернет, телевизор или еще что-то, я не хожу на концерты. Может быть, поэтому люди не могут погрузиться, да, прийти, услышать, когда звук рядом с тобой. Тоже интересная штука, опыт, который я могу поделиться им только за счет путешествий, потому что я сам так думал, что, ну, казалось бы, все, век живого концерта завершился, и век записи, потому что все можно скачать. Даже не нужно идти в магазин, купить диск или пластинку, можно просто зайти там в Spotify, iTunes или YouTube, и все послушать. Даже бесплатно. Да, даже дирадский. Даже бесплатно, да. Поэтому, ну, нет, все равно во всем мире, вот, путешествую, общаюсь и с молодыми, и с людьми пожилыми. Я понимаю, что люди хотят ходить на концерты, потому что та энергия, что ты можешь получить на живом концерте, она непередаваема на любой записи. Просто невозможно передавать. То есть надо ходить на концерты. Еще такой вопрос. Вот мы говорили по поводу, куда движется, в том числе, музыкальное направление. Вот есть иланчель, опять же, есть скрипка, есть масса инструментов. Почему нет новых инструментов? Почему нет каких-то новых направлений и течений? А если мы говорим о популярной музыке, да, там, ну, рэп направлений и так далее, и тому подобное, не классической, там тоже как-то все-таки довольно простенько становится. Почему нет что-то такого нового звучания, что ли? Все остановилось? Нет, вы знаете, люди, конечно, постоянно в плане электроники, если говорите об электроинструментах, потому что в этом плане идет развитие у нас, понятное дело, появляются новые инструменты в разные, постоянно. Я вот постоянно участник такой ярмарки музыкальной, так скажем, по-русски, она называется NEM-шо, она проходит у нас в Москве каждый год в сентябре, и в Калифорнии у них особая база. Туда съезжаются раз в год представители всех самых крупных и мелких компаний, связанных с музыкой со всего мира, на 4 дня. За эти 4 дня ты можешь, грубо говоря, облететь умственно весь мир. Я у них вижу, что появляется каждый год что-то новое, но дело в том, что в принципе в культуре и в сознании масс сейчас идет, наоборот, синтез, как бы люди начинают отстраняться, вы видите все больше и больше музыкантов, даже больших, и поп, и рок переходят с электрозвучания к естественному звучанию инструмента или голоса, потому что, ну, это уже прошло, это уже неинтересно. Даже винил вернулся. Вот именно, понимаете, потому что винил, да, качество все-таки, его ничем нельзя заменить. Винил, это сложно, они портятся, корябаются, нужно специально купить проигрыватель, большая пластинка, непрактично, но качество незаменимо ничем, поэтому люди к нему и возвращаются. То же самое с живым звучанием и с живым концертом, которое невозможно заменить ничем. Хорошо, вот у вас, как правильно называется? Смычок. Смычок, да, вот такой вот смычок, очень интересный. Вот какие-то есть у вас, ну, мы уже поняли, что ваш велончель девушка, в общем-то по возрасту довольно молодая. Ну да, такая женщина. К вам она относится, я так понимаю, хорошо? Очень ревниво. Ревниво, да. То есть, не дай бог кому-то прикоснуться. Не дай бог прикоснуться к другой велончели, а потом неделю не звучит. Понятно. Вот смычок, есть какие-то особые, ну, талисманы, что, или принципы, когда вы готовитесь, как-то специально его берете, да, что-то какие-то, заговор какой-то или заговор? Ну, я не знаю, может такое сравнение, конечно, нехорошее, ну, как, не знаю, к бою готовиться, там, солдат чистит все, да, просто надо, чтобы было все чисто, все готово, чтобы, не дай бог, не было осечки, понимаете? Вот я не знаю, вы охотник, нет, у меня дедушка был охотник. Вот как охотник готовится к охоте, чтобы не было осечки в самый правильный момент. Просто чистишь все, канифолишь там, проверяешь два раза, раз в два месяца меняешь волос, чтобы он не свистел, и все. А смычок, он один или их несколько? У меня три смычка, но вот этот смычок самый интересный, здесь, ну, просто если даже разбирать, людям быстренько расскажу, людям незнакомым с этим, крафтом с этим искусством, вот дерево, оно из Бразилии, вот это вот черное дерево, оно, естественно, из Африки, здесь перламутр есть, очень красивый, особенно если видно, вот большой такой глаз. Это что вам приятнее было. Да, кожа игуаны. А вот это вот маленький кусочек такой, это не пластик, это, естественно, не слоновая кость, потому что она запрещена, это бивень мамонта, который до сих пор можно найти либо у нас в Сибири, либо в Калифорнии, у них тоже там в Тарпице, они еще до сих пор откапывают эти самые кости. Да, либо вот у меня кусочек, либо... А как, вот это же посредник между вами и вилончелью? Конечно, это фактически вот, да, посредник, вы правильное слово нашли. Посредник между мной и струной, звучащей струной и струной. А, как же не сыграет без нее? Нет, абсолютно. Ну и последний вопрос, перед тем, как мы выполним пожелания, думаю, многих наших зрителей, потому что если пришел вилончелист, то раз есть вилончель, она должна в хорошем смысле выстрелить. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, музыка тишины, тишина, это начало в музыке или это финал в музыке? Очень хорошее, обожаю этот вопрос. Тишина... С нее все начинается, либо ей все заканчивается? Безусловно, тишина, пожалуй, это самое главное. То есть самое главное именно момент перед тем, как музыка начнется, и момент, когда музыка уже завершилась. То есть две тишины есть? Она постоянная. Она постоянная. И знаете, вот опыт, не просто опыт, а талант, пожалуй, музыканта или композитора, который написал музыку, оценивается именно не аплодисментом и шумом оваций, а качеством тишины после исполнения. Потому что когда вот уже все прозвучало, да, и вот еще она парит в воздухе, вот можно сказать, да. И первый... Да, 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 вот это вот оно. Понятно. Ну мы желаем вам, чтобы тишина была всегда правильная. Спасибо. Вот, чтобы музыка наполняла сердца всех ваших зрителей. После Москвы куда отправляетесь? У нас еще Краснодар, один концерт с Александром Вершинием, пианистом, замечательным. И после этого в Рим. Там концерт, и после этого в Калифорнию. Понятно. Ну, на базу. Да, спасибо. Спасибо большое. Георгий Гусев, вилончелист, композитор, арт-директор фестиваля «Мастера музыки». Меня зовут Николай Пивненко. Это программа «Открытый диалог». Сегодня она заканчивается необычно. Я сейчас из кадра исчезну, а Георгий вместе со своей подругой вилончелию исполнит вам что, напомните? Кусочек из произведения «Калипсо», которое было представлено впервые 2 февраля на концертной площадке в Нью-Йорке, в Карнгейхолле. А теперь в городском округе Люберца. Георгий Гусев Георгий Гусев Георгий Гусев Георгий Гусев КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ